Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. К 1 сентября 2017 года в России должны снести все аварийное и ветхое жилье. Соответствующий указ подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Фонд подобного жилья в Югре большой. Это и балки, и деревянные двухэтажки. Можно ли сделать округ свободным от ветхих домов, знает Артем Высоцкий. Чтобы решить проблему аварийного жилья в Югре, на сегодняшний день требуется порядка 150 миллиардов рублей. Это больше годового бюджета всего округа, или примерно 7 сургутских. Только очередников не менее 50 тысяч человек. Последние два года в Югре вводят примерно по миллиону квадратных метров жилья в 12 месяцев. Чтобы переселить, нужно каждому нуждающемуся предоставить по 18 квадратных метров. То есть, если даже все строящееся жилье отдавать людям, и то не хватит. За один год не будет решена. Их еще нужно освоить. Даже если мы сейчас возьмем где-то эти 150 миллиардов рублей, мы их не освоим. Ни за год, ни за два, ни за три. И, наверное, за четыре, за пять не освоим. Потому что нужно подготовить земельные участки, потому что нужно градостроительную документацию обеспечить. Для начала нужно строить больше, а для этого предоставлять застройщикам льготы, быстрее проводить все бюрократические процедуры. Сегодня от идеи до начала стройки проходит примерно 250 дней, а надо раза в два меньше. Иначе округ исполнить указ попросту не успеет. По факту, вот мы рассматривали один объект, это вот один микрорайон, 44-й. 44-й микрорайон мы выиграли аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, допустим, 11 июля 2012 года. И разрешение на первый объект в этом микрорайоне мы получили 22 июля 2013 года. В конце августа губернатор поставила этот вопрос окружным чиновникам на вид. Но на разворот неповоротливой бюрократической машины нужно время, а его очень мало. И квартиры по сходной цене, которая сильно отличается от рыночной, власти просят продать сейчас. Желающих почти нет. Деньги на приобретение квартир для жителей болочных поселков приходится возвращать в округ. Помогать сургутским властям приобретать жилье по справедливым, более или менее справедливым ценам, которые устанавливаются и рассчитываются нашей региональной службой, мы будем. Сейчас мы будем активно использовать в Сургуте способ без торгов приобретения жилья. Есть такие судебные решения, будем на них опираться. Покупка квартиры, ковровый снос болочных поселков – лучший метод переселения их жителей, считают власти. Но в Сургуте есть и другие методы. Это соглашение застройщикам, которому предоставляют землю, обремененную балками, а взамен тот покупает квартиры. А также коммерческие наймы и предоставление субсидий. В болочном поселке Зеленый взять деньги согласились 5 человек из 11. Один человек – это 33 метра квадратных, то есть берется, ну грубо, 50 умножается на 33 метра квадратных, ну чуть больше, полутора миллионов получают субсидий. Два человека – это 42 метра квадратных и три и более на каждого по 18 метров квадратных. Именно департамент городского хозяйства в Сургуте на передовой сноса ветхого и аварийного жилья. В списке около 6 тысяч человек. Еще одной очередью – социальной – занимается управление учета и распределение жилья. Там ждут своих квадратных метров 4800 инвалидов, сирот, чернобыльцев, участников боевых действий в Афганистане, членов многодетных семей и так далее. И сегодня в округе нужен настоящий прорыв, чтобы решить вопрос переселения. Времени на это осталось немного. Артем Высоцкий, Вячеслав Ширкунов, Сургут Интерновости.